Друзья, канал CryptoCommons приветствует вас и в сегодняшнем выпуске мы подготовили для вас самые важные и горячие новости. Суд США заставляет SEC ответить в течение 10 дней на жалобу от Coinbase. Нью-Йорк предлагает законопроект о регулировании криптовалюты под названием CRPTO. Глава юридического отдела Coinbase наносит по SEC превентивный удар. Ripple добивается релистинга XRP на важном собрании с Coinbase. А завершит наш выпуск аналитический взгляд Джорджа Танго на происходящее в криптомире. Оставайтесь с нами. Итак, комиссию по ценным бумагам и биржам США попросили. Юридическая борьба за получение ясности в отношении торговли цифровыми криптоактивами только что приобрела конкретику. И Coinbase делает все возможное, чтобы к этой конкретике приблизиться. Ее главный юрист-консул заявил, что суд только что издал текстовое распоряжение по поводу их жалобы. Судебное постановление предписывает комиссии по ценным бумагам и биржам США подать ответ на судебный запрос от Coinbase в течение 10 дней. Важно отметить, что истец Coinbase может подать комментарий на ответ комиссии в течение 7 дней с момента его публикации. Пол Гревел отметил, что они ценят такое тщательное рассмотрение судом данного вопроса. А тем временем будет очень важно увидеть, когда SEC выполнит данное требование. Крупнейшая криптобиржа США Coinbase в апреле подала иск против SEC с просьбой к суду потребовать с регулятора публично поделиться своими мнениями по поводу их петиции многомесячной давности. Биржа попросила комиссию обеспечить прозрачность принятых правил, определяющих регулирование ценных бумаг, предлагаемых и торгуемых с использованием цифровых методов. Однако SEC не представила публичный ответ на данную петицию. Тем временем комиссия активно продвигается вперед, усиливая принудительные меры и выпуская предупреждения для криптобирж. Ранее SEC выпустила уведомление Wells для Coinbase. И если некоторое время назад мы с вами могли только предположить, как быстро появится какое-то решение или ответ, то сейчас таймер запущен. Нью-Йорк предлагает законопроект о регулировании криптовалюты под названием Крипто. Регуляторные действия Нью-Йорка против криптоиндустрии уменьшили рост сектора в Нью-Йорке. После введения требований BitLicense и двухлетнего моратория на новое разрешение на добычу криптовалюты с Proof-of-Work, Нью-Йорк принимает дальнейшие регулирующие меры, чтобы досадить криптовалютные индустрии еще больше. Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс предлагает законопроект о регулировании защиты прозрачности надзоре за криптовалютой Крипто, чтобы еще больше ужесточить правила в отношении криптовалютных компаний в штате. Данный законопроект будет представлен на рассмотрение в законодательной сессии Сената и Ассамблеи штата Нью-Йорк, которая состоится 8 июня. Безудержное мошенничество и дисфункция стали отличительными чертами криптовалюты, и пришло время навести закон и порядок в многомиллиардной индустрии. Данные правила, основанные на здравом смысле, принесут в отрасль больше прозрачности и контроля, а также усилят нашу способность справляться с теми, кто не соблюдает закон. Сообщила Летиция. В соответствии с этим законом Крипто, криптовалютные биржи и фирмы должны будут публиковать проверенные финансовые отчеты, возмещать клиентам расходы в случае мошенничества, а также суждать или занимать средства клиентов. В случае нарушений выдавать повестки в суд и налагать гражданско-правовые санкции в размере 10 тысяч долларов США за нарушение для каждого человека или 100 тысяч долларов США за нарушение для каждой криптофирмы. Криптоиндустрия раскритиковала Нью-Йоркскую лицензию BitLicense и мораторий на добычу криптовалюты. В последнее время Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк продолжает строгую регулирующую позицию в отношении рынка криптовалют, налагая штрафы и применяя меры против криптокомпаний. 3 марта регулятор оштрафовал BitFlyer США на 1,2 миллиона долларов за нарушение правил кибербезопасности. Ранее, в феврале этого года, регулятивные действия департамента вызвали серьезные проблемы для Binance после того, как они приказали Paxos прекратить выпуск BUSD. Coinbase, BitPay и Robinhood среди прочих также были оштрафованы финансовым департаментом штата Нью-Йорк, который продолжает сохранять свою строгую позицию. Что ж, это понятно, имеющий власть пытается максимально ею воспользоваться. Но на примере Гэри Гэнслера мы с вами посмотрим, насколько получится зацепиться за власть, если ты зашел слишком далеко. Глава юротдела Coinbase наносит по сек превентивный удар Главный юрист-консульт Coinbase Пол Гревл в пятницу нанес превентивный удар по комиссии по ценным бумагам и биржам США на фоне ее судебной борьбы за ясность регулирования в отношении криптовалюты. Этот шаг был сделан после того, как в среду суд согласился с петицией Coinbase и обязал сек ответить на жалобу Coinbase в течение 10 дней. Директор криптобиржи Coinbase Пол Гревл заявил 5 мая, что пункт о петиции защищает права отдельных лиц обращаться в суды и другие инстанции, созданные правительством для разрешения юридических споров. Он ссылается на прецеденты в деле от 2011 года «Город Дурея против Гуарнери», в результате которого председателя комиссии по ценным бумагам и биржам США Гэри Генслера призвали согласиться и ответить на жалобы. Coinbase подала иск против комиссии по ценным бумагам и биржам США после того, как регулятор не дал ясности в отношении руководящих принципов и правил криптовалютной торговли, листинга и стейкинга. Напротив, SEC продолжила свои принудительные действия против криптовалютных бирж и компаний, не раскрывая четких правил, связанных с криптовалютой. Но против SEC вместе с Coinbase также работает и Ripple. Криптоиндустрия решила действовать совместно в поиске ясности в отношении правил криптовалюты и того, как регулирующие органы взимают плату с криптовалютных компаний без четких правил и законов. Между тем, генеральный директор Coinbase Брайн Армстронг после публикации квартального отчета и сообщения о том, что они по-прежнему привержены США, ищет поддержки регулирующих органов и сообщества. Итак, Ripple встречается с Coinbase. И пока криптовалютная индустрия США ведет регулятивную борьбу за получение четких правил от комиссии США по ценным бумагам и биржам, а также комиссии по торговле товарными фьючерсами, на фоне этой продолжающейся борьбы недавняя выездная встреча между юридическими лицами Coinbase и Ripple вызвала слухи о повторном листинге XRP на криптобирже Coinbase. Пол Гревл, главный юрист-консульт Coinbase, упомянул в недавнем посте, что у него была встреча со Стюартом Алдеротти, главным юрист-консулом Ripple, и предложил проводить больше таких встреч в будущем. В ответ Алдеротти выразил признательность Coinbase за то время, которое они уделили разговору с юридической командой Ripple. Эта встреча между двумя наиболее известными игроками в отрасли происходит, когда они оба стремятся получить зеленый свет от комиссии по ценным бумагам и биржам США. При этом Coinbase, крупнейшая криптобиржа США, начала реализацию международной экспансии из-за того, что четкие правила до сих пор не были выпущены. Также Coinbase бросила вызов SEC в вопросе по регулированию цифровых ценных бумаг. С другой стороны, Ripple Labs и ее руководители ожидают вынесения краткого решения по затянувшемуся иску SEC. Но не менее важно понимать следующее. Дело в том, что поддержка Ripple со стороны Coinbase может выступать конфликтом интереса в судебном деле, поскольку Coinbase недавно стала публичной компанией и может извлечь выгоду из успеха XRP. Также выездная встреча между юридическими лицами Coinbase и Ripple не обязательно указывает на какие-либо конкретные планы по повторному листингу XRP на биржу Coinbase, поскольку борьба за ясность в отношении регулирования все еще продолжается. При этом здесь есть еще один очень важный момент. Данная встреча между руководителями юридических отделов Coinbase и Ripple потенциально может означать прорыв в борьбе с SEC за прозрачное регулирование. Будучи двумя самыми крупными игроками криптоиндустрии США, добивающимися одобрения регулирующих органов, любые события или идеи, полученные на этой встрече, могут иметь серьезные последствия для более широкого рынка и его участников. И завершает наш выпуск аналитика происходящей ситуации на рынках от Джорджа Танга. Более крупная картина, которая затрагивает не только крипто, но и банковский сектор, позволяет сделать заключение, что банковский кризис вовсе не собирается останавливаться. После недавнего заявления Джерома Паула о поднятии процентной ставки на 25 базисных пунктов, а также заявления о том, что абсолютно все в порядке, акции банка Pacific Western упали более чем на 40%. Давайте послушаем, что на этот счет думает Джордж, а также его видение и дальнейшее развитие ситуации в крипторынке. Но Пол сказал, нет, все абсолютно в порядке. С банками все в порядке, не беспокойтесь о банках. Не знаю, для кого все это было предназначено, но должен вам сказать, посмотрите на это. Pacific Western. Торговля остановлена. Акции немедленно упали на 41% этим утром, а вчера они упали на 55%, но сейчас они немного отскочили. И сейчас они отчаянно ищут какое-то спасение, называя это стратегическими вариантами. Но на самом деле, что это значит? Что им нужен прямо сейчас какой-то покупатель, иначе мы бесповоротно и окончательно закроемся. А сегодня я слышал еще в одном банке, потому что есть канадский заемщик TD Bank, который собирался купить First Horizon National Bank, а затем они решили этого не делать. И это нехорошо. Это очень нехорошо. И теперь акции First Horizon упали на 37%. А это банк большой. Капитализация их больше 5 миллиардов долларов. Так что похоже на то, что этому банку в скором времени тоже будет очень плохо. Далее Джордж рассуждает на тему банковского кризиса, приводит различные доводы, но основная суть его сводится к тому, что крипта в настоящий момент является самым надежным способом сохранить ваше средство. И то, что сейчас в крипторынке происходит, Джордж нам расскажет в последующие полторы минуты. Давайте послушаем. Согласно информации от плана B и его модели Stock to Flow, мы определенно продолжаем рост. Мы все еще не достигли волшебных 100 тысяч долларов, которые мы не достигли из-за Джерома Пауэлла. Если бы он не сообщил о поднятии ставки в декабре 2022, то мы бы уже достигли этой отметки в 100 тысяч. Но мы не достигли, и это ок. Ясно, что мы в настоящий момент восстанавливаемся. И глядя на предыдущие циклы, мы видим, где... Мы находимся по сравнению с тем, где был биткоин в предыдущие циклы. И мы знаем, что за этим следует. И когда это все превращается в красные точки, а затем в желтые и оранжевые, то это тогда, когда наступает настоящий ништяк. Определенно все очень хорошо, но мы пока еще не там. В то же время всегда будут находиться фракталы, мы всегда будем находить паттерны, верно? Но сейчас мы определенно знаем, что биткоин набирает силы, потому что из-за банковских проблем, а также кризиса, макросреда выглядит плохо. Однако биткоин выглядит уверенно. Так что фантастические дела. Вот такая ситуация, одновременно радостная и довольно печальная. Ну а для тех, кто досмотрел наш выпуск до этого момента, мы приготовили специальный бонус. Супер короткие новости относительно мемкоинов. Монетки стали настолько популярны, что вызвали невероятный рост комиссий в блокчейне биткоина и эфира, подняв их на 12-месячный максимум. Но будьте крайне осторожны с их покупкой. Огромные иксы, о которых сейчас все говорят, на самом деле могут быть направлены не только вверх, но и вниз. При этом так же стремительно. Субтитры создавал DimaTorzok